Нестационарный торговый объект сегодня один из популярнейших видов торговой площади. Прост в установке, практичен в использовании, по необходимости легко переместить на другую локацию. А еще шаговая доступность для покупателей и зачастую неплохой ассортимент. Жители Ленинского городского округа давно оценили плюсы таких мини-маркетов. Но есть и минус. Архитектурные разногласия, так сказать, не целостности картины, ситуацию решили исправлять. Встроенными рядами пойдем в светлое будущее Ленинского городского округа и перевернем эту историю с нестационарной торговлей, которая меняется сейчас везде. Мы смотрим только на лучшие примеры, а лучшим примером является город Москва, наша столица, и превратим вместе с вами, безусловно, в текущем году эту историю в такую красивую историю, которая будет нравиться, а прежде всего нашим жителям, и будет приносить пользу и бюджету, и, безусловно, малому и среднему предпринимательству. В Большом зале Дома культуры десятки предпринимателей. Всем им интересно узнать, как же изменится внешний облик Ленинского городского округа с введением единого архитектурного стиля нестационарных торговых объектов. Вот такие аккуратные павильоны в коричнево-бежевых тонах скоро сменят имеющиеся. Это иная реалия жизни. То, что было модно, современно, или востребовано пять лет назад, но, к сожалению, сейчас уже выглядит иногда устаревшим, иногда просто неприемлемым для внешнего облика современного города. Правильно было сказано, мы находимся на МКАДе, и жители, они сравнивают нас с тем, что происходит в Москве, в столице. Курировать работу по смене павильонов глава Ленинского городского округа Алексей Спасский доверил представителям торгово-промышленной палаты. Утверждена и новая схема размещения НТО. В ней 80 торговых объектов. Это, так скажем, объекты, которые рабочие. То есть мы взяли ту схему, которая действовала в предыдущие пять лет, отчекрыжили ее, вот скажем так, да, то есть посмотрели те места, которые не пользовались популярностью, те места, которые не участвовали в конкурсе, те места, которые открылись и закрылись за отсутствие спроса, либо нарушали архитектурный облик и иные правила, так скажем. Вот такие инциденты имели место быть. И по большому счету сейчас по рекомендациям Минсельхоза мы вышли на ту цифру, которую устраивает и министерство, и которая устраивает, как говорится, нас. Но это не значит, что в Ленинском городском округе нестационарных торговых объектов не может быть больше этой цифры. Это лишь отредактированный проект, с которого жизнь НТО начинается заново. Юлия Погасян, Кирилла Вануфелина, Кошелева. Видно этого.